здравствуйте дорогие друзья я светлана филатова первым делом хочу перед вами извиниться за предыдущий эфир где я честно скажу повела себя недостаточно профессионально я попыталась заступаться за тех кого я разбирала на самом деле я видела много таких признаков того что руководитель сальвар юрий как его юрий василевич но много там моментов мне очень не нравилось с его стороны но я это сочла на то что он волнуется на то что на него сейчас очень многие нападают и так далее и тому подобное поэтому я посчитала своим долгом немного заступиться за человека кроме того а я когда посмотрела его первый эфир вот когда сразу после поисков когда он нашел меня честно скажу немножечко покоробила одна фраза его по поводу диванных экспертов я подумала а ведь действительно это он там ходит по болотам это он там пытается найти и как бы осуждать его ну сидя до грубо говоря на диване как-то не очень красиво поэтому я попыталась но как-то более объективно смотреть на вещи и как я посчитала нужным что нужно объективно с пониманием отнестись к этой группе поэтому я как-то вот немножечко склонилась в сторону тех людей которых разбирала и была недостаточно объективно поэтому перед вами прошу прощения я сейчас я постараюсь просто безоценочно просто давать вам четкие скажем так то что я вижу четкие эмоции четкие реакции тела до а дальше вы уже сами делайте выводы первое я поняла что там ну во первых город небольшой да все друг друга знают и у всех друг с другом какой-то бизнес какие-то дела оказывается а юрий василевич имеет общий бизнес с одним из но с некоторыми родителями тех ребят которые там были и в общем то но версия реально рабочая поэтому я поняла почему вот это вот вся несостыковка идет да потому что действительно там я не знаю на каких на каких условиях происходит взаимодействие но она происходит поэтому сейчас я постараюсь выключить вот какие-то свои предвзятые скажем так какие-то свои оценки да я постараюсь вам давать только психологию только вот невербальное поведение и вы сами будете делать вывод есть скажем так задачи по поиску они достаточно обширные но говорю еще раз осложняется тем осложняется тем что болото кругом и они такие непростые для прохождения но на сегодняшний день ближайший тут два с половиной три с квадратных километра они закрыты вот обратите внимание он когда говорит про болото посмотрел как раз в ту сторону которую я но смотря на него уже по нескольким интервью да вот потому как он писал себя в машине когда сразу после находки останков права он смотрит тогда когда он говорит о том что реально с ним происходило реально он прочувствовал реально вот самая реальная в этой фразе именно в это ну вот в том что он сейчас говорит это про болото все остальное он проговаривает просто то что ему надо проговорить то есть вот такая заготовленная можно сказать речь но в общем то про болото да про остальное как бы такой более поверхностное отношение меньше эмоциональной вовлеченности в то что он говорит вот в данном они такие непростые для прохождения но на сегодняшний день ближайший тут два с половиной три с квадратных километра они закрыты но здесь поняли да что больше всего вот действительно его коснулась действительно то о чем он говорит и он это точно знает это про болото но все мы знаем вот все остальное как бы это проговаривается для того чтобы сказать следующий момент идем у них и специально обучены люди которые смотрят на на фотографии в поисках артефактов всяческих тоже это не только же бывает что там тело до следствию вы предоставили вот это следствие это было вы знаете мы гражданские а у следствия это было естественно я вам сейчас отвечу на этот вопрос главный вопрос но пока я отвечаю на то что зовут задал мне андрей но вот этот момент мне кстати многие пишут что он себя вел довольно нагло перебрасывал таким образом она не отвечал на вопросы экспертов да действительно вот это вот уловка в разговоре кстати по поводу уловок я ближайшие дни с уловки в разговоре а какие можно уловки делать и я ближайшие дни проведу стримчик для своих подписчиков но кое-что вам расскажу вот здесь вот четко идет уловка а значит смотрите сначала он сделал паузу он хотел бы ответить но понял что ответить он сейчас не сможет и вот такой такой перебрасывание я сейчас вам обязательно отвечу но я же уже отвечаю да то есть он а если бы он действительно отвечал на предыдущий вопрос он бы даже не сделал паузы да он он бы продолжил он он просто не заметить вот этого вопроса да или как то вот но он сначала при остановился а потом понял что на этот вопрос очень сложно отвечать для него просто сложность в ответе на вопрос и он продолжил отвечать до этого туловочка такая хитрая которую тоже можно но вообще в принципе часто используют для того чтобы не отвечать на вопросы да еще когда ему задали этот вопрос у него эмоция была испуг удивление и он сделал паузу то есть вопрос его но немножечко напряг если не сказать много напряг до идем дальше вот таким образом 80 человек ну около 80 человек это только терпит организации которая из москвы наши коллеги соответственно наши люди тоже при в порядке там 10 человек занимались отсмотром всей этой истории вот кстати все этой истории сделал паузу сглатывание это признак волнения в этом месте он волнуется это место ему очень неприятно и ну то есть вот такой такой вот такой барьер психологически небольшой ее также передавали фотографии другие подвесные которые и но когда он был актерс не рассказывает о том что он всегда был в этой истории на месте в этой истории который он открылся в этой истории и салонной восьмой штатурке там были как раздевается в этой истории есть такой как-то красивый канал для того что у него подняла не надо в этом случае как салонной в этой истории вот вот опять-вот можно сказать, та организация, которая занимается поиском пропавших людей. Но это же организация, да, и, соответственно, если касается дела уголовных дел, то они обязаны просто оповещать, если, ну, я считаю, что вообще как просто граждане, они обязаны обо всем оповещать следственные органы, первое. Второе, ну, даже если они юридически не обязаны это делать, тогда в таком случае, почему вот приходит третья организация, да, вот приходит, вернее, другая организация, не местная, которая делает съемку, да, и почему эта организация не может напрямую посылать фотографии родственникам мальчика, которого ищут. Вот это я не пойму, почему вот с одной стороны вот эта структура Сальвар, она не обязана отчитываться, да, а с другой стороны происходит все взаимодействие через них, я не пойму, они, то есть перед ними все обязаны, да, кто приходит на эту территорию, но они никому не обязаны, вот это вот я не пойму, вот этой структуры, может быть, я просто не юрист, может быть, я как-то не совсем в этом разбираюсь, но вот это вот однобокое такое отношение меня как-то очень сильно зацепило. Да, и идем дальше. Какие делали тогда вот эти фотографии? Посмотреть на верхушки деревьев, что ли? С воздуха она обнаружила даже пачку сигарет, еще меня спрашивали про пачку сигарет, то есть они не заметили вот это вот? Я вам сейчас объясню. Лиза, Лиза Лерт, которая отсматривала... Да, войсковая группа, да. Да, это московские ребята, которые приезжали на несколько дней в Смоленскую область, Демидов, все это отснимали. То есть получается, вроде как ответственность, он всю перекладывает на Лизу Алерт, да, вот они там снимали, они что-то... Но смотрите, вот на этот вопрос в итоге, вот я посмотрела, там просто дальше долго-долго он говорит о чем-то, но вот по поводу ответа на вопрос, ответ так и не получен, это еще одна уловка. То есть много заговорить, это забалтывание, много сказать какой-то информации, да, но не сказать самой главной. Получается, что мать спрашивает, вы же видели даже пачку сигарет, но почему вы не увидели моего сына, да, вернее, не увидели тело, да, еще неизвестно, сын ли это лежит, потому что там много таких вот моментов, которые очень-очень спорные. Да, и вместо ответа на вопрос он как-то вот опять перебрасывает всю ответственность. То есть он получается, что ответственность разбрасывает от себя, но вот как-то вот правами он очень четко пользуется. Права в том, что получается, что фотографии проходили через его руки. В предыдущем эфире мы с вами разобрали, и было четко видно, когда задавали вопрос, была ли та фотография, вот когда 15 мая передавали фотографии родителям, вообще какого, непонятно почему, вот откуда вот этот промежуточный, промежуточное это звено в виде сальвара, да, то есть получается, что через них происходила передача фотографии, и когда у него спросили, передавалась ли эта фотография, он четко невербально дал понять, что, ну, скорее всего, нет. Вот я еще тогда, несмотря на то, что я пыталась за него заступаться, да, я тогда еще отметила вот эту странную реакцию, и вам о ней сказала. Поэтому вы можете это найти, не буду повторять еще раз. Да, за что он должен отвечать, спрашивает Константин. Вот я сейчас в комментарии посмотрела. Но, смотрите, получается, если он обладает какой-то информацией, он обязательно должен ей делиться со следствием, это как минимум. Как частное лицо он тогда выступает, как представитель потерпевшей стороны, да, ну, я уж выражаюсь такими терминами, может быть, не совсем уместными, но я тоже не юрист. Но получается, что он не перед кем отчитываться не должен, но поисковыми всеми действиями руководит именно он, и, ну, как бы не дает никому там, ну, скажем, без его ведома. Получается, что, ну, он как организация выступает, да, он организовывает людей, которые занимаются поиском, но в то же самое время он ни перед кем не отчитывается. Вот это вот меня немножечко смутило. Значит, что касается уловок, да, вот какие уловки он произвел, подведем итог. Ну, первая уловка, вы все заметили, я сначала отвечу, да, вот это мы отметили. Дальше, следующее. Не помню, давали ли мы фотоследствию. Да и мы и не должны были. Но, знаете, вот это вот слово «не помню» – это очень хорошая уловка. Для того, чтобы, если что-то вскроется, он как бы не утверждал ни одного и ни другого. Сказав, что мы передали следствию, он подставит, то это именно следствие, да, и с них тогда спросят, неизвестно, какую версию они выдвинут, передавал он или нет. То есть вот здесь вот какая-то ниточка присутствует, ну, такая вот запутанная ниточка, в ней разобраться еще, я думаю, разберется Следственный комитет. Но вот эта вот уловка, как бы она присутствует. Потому что если давали, то это четко запоминается. А если не давали, то это четко он должен знать об этом, да. Он вот в этом пункте, он как бы, ну, просто дал себе небольшую возможность для отступления, в случае чего. То есть сейчас он получается между двух огней. И вот такой вот уловочкой он себя немножечко обезопасил. Дальше, пачку сигарет я вам… И, ну, про пачку сигарет я вам уже это сказала. Он начал, я вам сейчас объясню. И долгое-долгое объяснение. При этом толком не объяснил по поводу этой пачки сигарет. Да, что пачку сигарет видно, а вот все остальное не видно. Значит, следующий человек, кого меня просили разобрать, это Татьяна Кашутина. Это та руководительница группы, которая нашла останки Влада. Давайте посмотрим по ней, что мы можем по ней сказать. Я хочу сказать, что… Так, что-то со звуком. У вас есть звук? Нахождение Влада – это настолько необъяснимая случайность. Вот такое ощущение, что нам помогали, но нам помогали высшие силы. Вам чудеса помогли высшие силы, наверное, да? Нам помогли. Привели туда. Чудеса, да, высшие силы. Чудес случается, да, в этом деле. Или московские исследователи приехали, все отсмотрели, увидели это и позвонили Смоленским и сказали, ребят, что вы там ищете? Вон он лежит, идите туда. Андрей, вот давайте… Его подбросили просто. А вот именно… Я прошу вообще… Давайте послушаем, Таня, она же там была… Вас вели туда? Нет, меня никто не вел. Я была старшей в поисковой группе. Со мной были четыре человека. Они были из самого Демидова. Это добровольцы, которые приехали на этот поиск. Неравнодушные, да, местные. И они, трое из них были первый раз на поиске, один человек был еще по весне тоже искал Влада. И наша задача была обследовать водные объекты, каналы. Потому что были, возможно, какие-то сомнения у координаторов и руководителей, что эти места нужно посмотреть тщательнее. Потому что, ну, вода поднимается, опускается и… А что вы увидели, когда пришли на место? Мы не пришли на место. Мы не шли на место. У нас была задача пройти вдоль водного канала. Я вела свою группу вдоль водного канала, и мы осматривали, смотрели. Знаете, вот, кстати, мы не шли на место. Действительно, эмблемы соответствуют тому, что она говорит и качает нет. Отрицательно качает головой. Но при этом плечи пожимают. Подсознательно она понимает, что, может быть, они шли по наводке. Но вот в данном случае, все-таки, вот в плане того, что она в теме была, я сомневаюсь в этом очень сильно. Вот лично она вряд ли была в теме. Да, это я немножко приостановила. Идем дальше. Какое расстояние от места обнаружения останков до канавы с кроссовками? Более двух метров? Около двух метров. Около, да, метра, да, два-три где-то. Как, вопрос сразу, вам не стало странным, как кроссовки оказались в воде, в канаве, лежащими плотно друг к другу вверх подошвами, а тело на возвышенности за два с лишним метра? Нет, мне не стало это странным. Почему? Ну, вот посмотрите ее реакцию. Что? Нет, мне не стало это странным. Во-первых, передернула плечом, плечами там, подняла челюсть и сжала губы. Подняла челюсть – это готовность отстаивать свою позицию, это готовность дать сдачу. Челюсть – это у нас то место, которым наши предки убивали. У нас это сохранилось. Когда человек в себе уверен, когда он хочет дать отпор обидчику, он поднимает челюсть. Когда он демонстрирует свою уверенность, но здесь вот эта демонстрация уверенности была более показушной, нежели на самом деле так это и есть. Потому что следующим своим жестом она сжала губы, и вот эта вот досада, значит, сжала губы – это некомфортно. Ей некомфортно. Получается, продемонстрировала челюсть, но потом эту челюсть чуть-чуть опустила и сжала губы. То есть она хотела бы дать отпор, очень хотела бы, но ей пришлось с этим смириться, и она опустила челюсть. И дальше вот это вот сжимание губ и опускание челюсти, она внутренне сжалась, она закрылась. Вот эта саботирующая позиция. Такая, знаете, вот как «я назло», вот такая вот. Ну, то есть она внутри сейчас как бы протестует против того вопроса, который ей задали. Значит, теперь пробежимся немножечко, потому что фрагмент достаточно большой, потому что мы с вами увидели. Значит, изначально она вышла и высоко поднимала челюсть. Сейчас вот видите, как она разговаривала. То есть она, ну, когда мы демонстрируем челюсть, а вот здесь в данном случае вот эта челюсть демонстрируется именно с точки зрения победителя. Да, вот она пришла и она считает себя победителем. Но, в общем-то, ее можно понять, да. Опять начинаю понимать всех. Но пришла она в таком приподнятом настроении, то есть именно она нашла останки, да, и для нее это предмет гордости. Поэтому здесь вот можно понять. Гордиться собой, да. Дальше. Следующее. Нам помогали. Потом она специально поправилась. Нам помогли высшие силы. То есть, ну, скорее тут даже такая оговорочка. Нам помогали. Она поняла, что будет недостаточно правильно понято слушателями. И она перенаправила. На самом деле, я думаю, что она так и думала, что высшие силы их привели. Но сейчас в свете этих событий у нее, знаете, подсознательно произошла такая небольшая, ну, происходит, скажем, такая борьба. Она, ну, изначально, если она была уверена, что их просто высшие силы вывели на это место, сейчас же она начинает понимать, что, как бы, может быть по-разному. И, значит, нам помогли высшие силы, поправилась, чтобы не намекнуть и не подставить лишний раз себя и Юрия. Дальше. Нахождение Влада необъяснимая случайность. Пожимает плечами и качает головой. Но вы сами уже пересмотрите этот фрагмент. Я не буду его еще раз повторять. Он довольно длинный. Чтобы не тратить наше время. Значит, качает головой, нет. Все-таки подсознательно в ней уже идет такая борьба. Не знаю, изначально она была ли в теме, но сейчас до нее начинают доходить вот эти вот подробности. Все-таки, да, так, значит. Так, были, возможно, какие-то сомнения у руководителей, чтобы посмотреть эти места тщательнее. Так, 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 что она там, я не записала. Так, высшие силы. Да, да, да. Но, в общем, вы знаете, изначально, изначально она пришла на передачу с уверенностью, что, ну, она действительно, она победитель, она нашла останки. Но потом, по ходу действия, она поняла, что здесь все настроены против нее. Все ее, да, все ее, как бы, обвиняют в чем-то. И поэтому дальше видно уже такая эмоциональная закрытость, пошла уже в оборону в такую саботирующую. И дальше уже все реакции, которые были, уже такие более, таки, пыталась дать отпор. Ну, в принципе, вот потому, что я в прошлый эфир недосказала. Сейчас, я думаю, что я договорила, да, вот я прочитала просто по вашим комментариям. Огромное спасибо вам за то, что вы мне даете еще ссылки разные на материалы. Вот буквально сегодняшний один фрагмент, это как раз вот моя подписчица прислала. И вообще, хочу вас призвать, нам надо быть всем вместе, это здорово, что такой интерес к расследованию. Если этот интерес продолжится, то следственным органам ничего не останется делать, как все-таки нам дать ответы. И ответы эти, ну, я считаю, что там действительно произошло что-то страшное, но опять-таки я не следователь. Я вас всех люблю, я желаю, желаю семье Влада терпения, душевных сил, чтобы они это пережили и чтобы в результате они получили, ну, я не знаю, какой тут сейчас может быть лучший результат, но хотя бы адекватную какую-то версию случившегося и заслуженного наказания виновным. Спасибо вам большое за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова